Мальчики, уходите со льда. Там очень опасно. Уходите. Скорую. Мальчики провалились под лёд. Нет. Бог, пожалуйста, пошли своего Духа Святого и, пожалуйста, спаси моего Сына. Джейсон, ваш отец пастор, и вы, конечно же, тоже пастор. Вы стали верующим в 8 лет и, как и положено, ходили в воскресную школу. А что произошло в возрасте 9 лет? Расскажите. Я исполнился Духом Святым. На меня сошла сила Божия, хотя это было обычное воскресенье. Лидеры церкви верили, что детей нужно знакомить со сверхъестественным. Я исполнился Духом Святым и с того дня был свидетелем невероятных божьих чудес исцеления и воскрешения из мёртвых. Видеть, как двигается Бог, это невероятно. Что для вас чудо? Для меня чудо — это когда Бог делает то, что может сделать только Он. Других вариантов нет. Безвыходная ситуация. Приходит Бог и творит чудо. Джейсон был участником чуда. Ещё одним чудом стало то, что Голливуд снял об этом полноценный художественный фильм. А как он назывался, кстати? Фильм называется «Прорыв» и уже доступен везде, где есть кино. Расскажите мне о Джоне Смите. Это выдуманное имя, правда? Ну что вы? Впрочем, да, но случай реальный. 19 января 2015 года мне позвонили и сообщили, что в Сент-Луисе, штат Миссури, под лёд провалился 14-летний мальчик. Он пробыл под водой 15 минут. Когда его вытащили, он был мёртв. С его посеревшего тела уже свисали сосульки. Врачи делали всё возможное, но через час и восемь минут не появилось ни пульса, ни дыхания. Через час и восемь минут его решили признать смёртвым. В общем-то, в первые минуты врачи уже знают, что шансов выжить практически нет. Но затем в палату вошла Джой Смит. Она усыновила Джона из Гватемалы. Она сказала, я не отпущу своего сына. Мгновенно приняв решение, она подошла к холодным ногам своего мёртвого сына. И, подождите, откуда она знала, что ей делать? Всё началось намного раньше. Она готовилась к этому месяцами, даже не осознавая этого. Началось всё с того, что Джойс прочла. Авраам наречён другом Божиим. Она начала изучать, почему Авраам был назван другом Бога. Бог повёл её по пути, который привёл в больничную палату, где она стояла рядом с Джоном. Зачастую мы, верующие, начинаем готовиться, когда шторм уже бушует. Однако готовиться и строить прочный фундамент нужно заранее. Это значит пребывать в Слове Божьем. Это значит молиться и отчаянно жаждать Бога. Джойс подошла и взяла холодную ногу сына. Она стала молиться, Дух Святой, верни моего сына к жизни. Сила Божия так мощно сошла на его тело, что медики отшатнулись, их откинуло в сторону. Почему нет камеры, когда она так нужна? Точно. В этот момент сердце мальчика начало биться. У него появился пульс. Мальчика перевели в детскую больницу имени кардинала Гленнана, где врачи заявили, мозг мёртв. Шансов дожить до утра только 1%. Если же он выживет, то будет овощем до конца жизни. Этот случай научил нас, что Бог совершает чудо, однако нам порой нужно побороться за завершение этого чуда. Мы вошли в палату и начали молиться. Господь, восстанови его лёгкие. Вдохни в него жизнь заново. Во время молитвы я обернулся и увидел в палате двух ангелов огромного роста. Они стояли словно на страже. За 4 года до этого я уже видел двух этих ангелов в палате женщины, за которые молился в Порт-Анджелесе. Мне позвонили и сказали, что она на пороге смерти. Ей 85 лет, и она никогда не произносила имени Иисуса и не отдавала свою жизнь Господу. Я склонился к её уху и прошептал, «Мэм, вы стоите на пороге вечности». Я считаю, что величайшее чудо, которое мы можем пережить, — это спасение. Я сжал её руку и сказал, «Мэм, вы на пороге вечности. Хотите пригласить Иисуса в своё сердце?» Её рука слегка догнула. В тот момент я тоже обернулся и увидел в палате тех же двух ангелов. Через 15 минут я увидел, что к женщине возвращаются краски жизни. Через полчаса она пришла в сознание, а через час сказала, «Я отдала свою жизнь Иисусу». На следующий день её выписали из больницы. В случае с Джоном я знал, что Бог что-то сделал. Мы продолжали молиться, «Господь, восстанови его мозг». Я увидел над его мозгом миллионы красок, словно Бог снова сплетал его мозг. Я верю, что Бог — это Творец. Если Он сотворил небо и землю, Он способен творить и сегодня. Мы молились, и вскоре Джон открыл глаза, я увидел в нём жизнь. Я сказал Джойс, «Не знаю как, не знаю когда, но я уверен, что он выйдет из больницы». Откуда вы это знали? Как вы могли заявить такой матери, чей сын был мёртв? Даже если бы он каким-то чудом ожил, его мозг был бы мёртвым. Я видел в его глазах жизнь, я знал тех двух ангелов. Я уже видел их, и потому всё понял. Я заявил, что Джон выйдет из этой больницы, и мы стояли на этом слове. На следующий день я вошёл в палату в 9 утра. Состояние Джона ещё было тяжёлым. Он всё ещё был в коме, а врачи не давали никаких шансов. Я подошёл к его кровати и сказал, «Джон, это пастор Джейсон». Он не знал меня. На тот момент я был пастором всего три месяца. Так вот, я подошёл к кровати и сказал, «Джон, это пастор Джейсон». По его щекам потекли слёзы. Я спросил, «Хочешь, чтобы я остался с тобой?» Он кивнул. В тот момент я почувствовал себя, как тот пастух, который оставляет 99 овец, чтобы найти одну потерянную. Я сидел рядом, мы видели, как Бог творил невероятные чудеса. Через 16 дней Джон вышел из больницы полностью исцелённым. Сколько сейчас лет Джону Смиту, и как его здоровье сейчас? Ему 19 лет, он прошёл обследование, через 40 дней после выписки, и он совершенно здоров. Бог учил вас о важном слове, но большинство людей не до конца его понимают. Они знают значение этого слова, но не знают, о чём вы говорите. Бог говорил о позиционировании. Он говорил к вам слышимым голосом, или это было в духе, слышимым голосом. Я долго с собой боролся. Ещё до истории с Джоном, читая книгу «Деяний», я осознал, что сегодня люди очень нуждаются в тех чудесах, о которых сказано и в книге «Деяний», и во всём Новом Завете, но не видят их. Почему? Я молился, «Господь, делай то, что ты делал в «Деяниях» сегодня». Действуй, Господь. Людям нужен прорыв. Через неделю произошёл случай с Джоном Смитом. Моляясь за него, я говорил, «Господь, я знаю, что мы не можем предрекать результат чуда. Нам не нужно на нём фокусироваться. Что нам тогда делать? Я начал изучать Писание, исследуя каждое чудо, и понял, что Бог всегда содействует нам, когда собирается сотворить чудо или прорыв в сфере финансов, здоровья или чего-то ещё. В чуде всегда участвуют люди. Нам нужно позиционировать себя для чуда. Лучше всего это можно сравнить с бейсболом. Вы находитесь на поле, не знаете, когда прилетит мяч, но когда он прилетает, вы должны быть готовы его поймать. Это лучший пример позиционирования для чуда готовности к тому, что хочет сделать Бог. Расскажите, как позиционировала себя Джойс для чуда с её сыном? Конечно. Войдя в палату, Джойс услышала заключение врача и точно знала, что врачи уже считают её сына мёртвым. Она приняла решение за доли секунды. Она могла бы повести себя иначе и сказать, «Пускай мой сын умирает, он и так почти мёртв». Всё изменило доли секунды. Когда жизнь переворачивается с ног на голову, многое зависит от нашего решения. То, что мы решим за эти доли секунды, определит, позиционируем ли мы себя для чуда или нет. Когда Джойс вошла в палату, ей не пришлось долго думать. Она коснулась ног сына и стала молиться «Дух Святой, верни моего сына к жизни». Она больше ничего не говорила. В такие моменты из нас выходит то, что мы вложили в своё сердце. Вот почему так важно ещё до того, как что-то случится, до того, как произойдёт ситуация, вкладывать в себя определённые вещи. Что я имею в виду? Писание, Божьи принципы и свою позицию. Всё это хранится в нас до того момента, когда мы можем, подобно Джойс, позиционировать себя и поверить в чудо от Бога. Именно это мы и должны делать. Бог о многом Ему говорил. И не только о том, как позиционировать себя. Бог сказал Ему игнорировать определённые вещи. Представляете? Просто игнорировать и больше ничего не делать. Мы скоро вернёмся. Это сверхъестественно. Ангелы играют большую роль во всём, что вы делаете. Расскажите мне, пожалуйста, о Шелли. Джон попал в больницу в понедельник. На той же неделе мне позвонила женщина, которая спросила, были ли в палате Джона в понедельник два ангела? Я сказал, да были. Я их видел. Она продолжала. Я тоже видела этих ангелов в палате. Эти же ангелы приходили ко мне в палату, когда я в 16 лет лежала в больнице и умирала. Они появились, и я была полностью исцелена. Вы изучили все чудеса в Библии и обнаружили, что в каждом из них участвовали люди. Пожалуйста, поясните нам это. Да, я изучил каждое чудо Иисуса, его учеников и других людей. К примеру, четыре человека принесли к Иисусу своего друга и спустили его через крышу. Всегда были люди, которые позиционировали себя для чуда, которые действовали, которые сыграли свою роль в том, что говорит Слово Божие. Нам нужно быть спроводниками того, что Он будет творить в нашей жизни. Он любит содействовать нам. Я хочу быть человеком, который говорит, «Бог, я хочу сотрудничать с тобой. Хочу увидеть прорыв в своей жизни и в жизни людей вокруг меня». Мы все хотим чуда, но оно всегда начинается с кризиса. Тогда все зависит от нашей реакции. Честно говоря, мы всегда на полшага от кризиса. Жизнь может перевернуться за одну минуту. Что же мы тогда делаем? Я призываю вас не позволять страху, тревоге и волнениям брать над вами верх. Позиционируйте себя и стойте на Божьих обетованиях. Мы говорим слова «жизнь», держимся Божьих обетований и действуем, несмотря ни на что. И еще вы говорите «поверьте» и «послушайтесь». Это так просто, не правда ли? Очень просто. Поверьте и послушайтесь. Иногда люди говорят «наверное, у меня мало веры в то, что Иисус совершит чудо в моей жизни». Библия говорит, что она либо есть, пусть даже сгорчишное зерно, либо ее нет. Нам дана вера. Я всегда говорю, если вы потеряли веру, вернитесь к моменту спасения и восстановите свою веру. А уверенность — это то, что мы созидаем сами. Большая разница. Очень большая. Приведите пример того, о чем вы сейчас учили. Вы были в супермаркете. Однажды я зашел в супермаркет и пошел к полкам с печеньем Орео. Оно мне очень нравится. Я шучу. Вот где можно вас найти. И вдруг я увидел женщину из нашей церкви. Она сказала, у меня так раскалывается голова, у меня сильные мигрени. Я сказал, я помолю за вас. Как обычно говорят все христиане, и пошел дальше по своим делам. Через три ряда полок Бог сказал мне, ты не собираешься за нее молиться? Я ответил, я планирую. Бог сказал, нет, тебе нужно помолиться прямо сейчас. Не уходи, не помолившись. Я так и сделал. Я вернулся к этой женщине, помолился за нее, и тут же она получила свободу. Сколько возможностей мы упускаем, если не пользуемся моментом. Поверьте и послушайтесь. Вот так просто. Вы говорите, что есть вещи, которые нам нужно игнорировать. Как, например, в истории о дочери начальника. Все верно. Когда Иисус пришел к ним, вся семья утверждала, нет, она уже мертва. Почему ты не пришел раньше? И Иисус проигнорировал эти слова и ничего не ответил. Нам тоже нужно игнорировать такие вещи, как заключение врачей, или когда врачи говорят, что больше ничего не могут сделать. Именно тогда в дело вступает Иисус, и происходят невероятные вещи. Нам нужно научиться игнорировать. Не так-то просто игнорировать заключение врача, да, который говорит, что у вас рак, и жить вам осталось 4 месяца. Что бы вы сделали, услышав такой страшный диагноз врача? Я бы отдал его Богу. Я бы сказал Бог, а вот что я услышал, что скажешь ты, как звучит твоя истина, проговори ко мне. И вот что самое сложное. Самое сложное — это держаться того, что сказал Бог. Когда Бог говорит, держитесь этого слова. Я слышал, как верующие говорили. Я перепробовал все, что можно было. Теперь буду молиться. Для них молитва — это последнее средство. А я говорю, нет, первым делом молитесь. Чего вы ждете? Вы ждете, когда придет Бог, или вы тратите время на медицинских сайтах, пытаясь найти решение? К чему вы стремитесь? Стремление — это очень важный момент. Помните в Писании женщину с кровотечением? Она настолько отчаялась, что пошла за Иисусом и была рада просто прикоснуться к Его одеждам. Она устремилась к Богу. Хорошо. Что происходит, когда вы видите столько чудес, а затем люди, за которых вы молитесь, умирают? В такой ситуации оказывались многие. Не переключайтесь, мы скоро к вам вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Знаете, со мной тоже такое бывало. Я молился за людей с неизлечимыми болезнями, и они умерли. Расскажите, пожалуйста, мне один из ваших случаев. Действительно, в нашей церкви у одного мужчины был рак. Он удал свою жизнь Господу. Ему, отцу двоих детей, было 33 года. Мы начали молиться за Него с верой в то, что Бог придет и сотворит в Его жизни невероятные чудеса. Когда Его жизнь подходила к концу, я спросил Его, ты желаешь, чтобы мы продолжали бороться, или ты готов пойти домой? Что нам делать? Он ответил, я готов пойти домой. Тогда я сказал Его матери, он готов, вам нужно просто Его отпустить. Мы тоже Его отпускаем, но будем сражаться до последней минуты, потому что я верю, что Бог может Его исцелить. Дело в том, что смерть – это часть жизни. Мы все умрем. Лазаря сейчас нет с нами. Джон тоже однажды умрет. Мы все с этим столкнемся. Вот почему нужно думать о вечности. Самое величайшее чудо – это спасение. Я напоминаю об этом тем, кто говорит «Я молился, и мой близкий человек не исцелился и умер». Я отвечаю «Нет, вам нужно посмотреть на это иначе». Они исцелились. Исцелились не так, как вам хотелось. Но они исцелились, когда вошли в вечность, и Бог дал им новое тело. Это не то, чего вы хотели. Но мы не всегда получаем то, что хотим. Я всегда говорю, что из тех, за кого я молился, умерло больше, чем выжило. От этого никуда не деться. Повторите со мной вслух эту молитву. Я хочу, чтобы вы познали Бога. У вас внутри есть то, что вы называете своим духом. Он с нетерпением жаждет познать Бога. Именно Бога. Повторите со мной эту молитву. Скажите «Дорогой Бог, я совершил много ошибок. Я раскаиваюсь и верю, что кровь моего Мессии и Иисуса омывает все мои ошибки. Я чист. Как хорошо быть чистым. И теперь, когда я чистый, Иисус, приди и живи внутри меня, возьми мою жизнь. Я принимаю тебя своим Господом. Я хочу переживать тебя. Я хочу ощущать твою любовь. Я хочу научиться любить тебя. Аминь. Джейсон, вы говорите, что большая уверенность ведет к мощным молитвам. Да, все верно. Когда вы верите Божьим обетованиям, верите всему, что Он сказал, вы можете уверенно молиться. Люди говорят, что если бы вы помолились, а Бог не ответил? Ну, я знаю, что Он отвечает так или иначе. Я уверен в этом. Когда я решил молиться за Джона, я сказал, «Бог, что бы ты ни решил сделать, мы будем молиться уверенно. Мы будем молиться, потому что сильна наша уверенность в том, кто ты есть. Расскажите, кто такая Шера?» Шера – это невероятная женщина из нашего собрания. Она жаждала привести всех к Господу. Однажды ее муж распрыскивал на кусты какую-то жидкость, и у него начался приступ астмы. Когда нам позвонили, у него уже начался серьезный приступ. Его легкие застыли настолько, что он не мог дышать. Мы приехали и стали молиться так же уверенно, как и в случае с Джоном. Мы молились, «Бог, восстанови его и исцели». Мужчину отвезли в больницу. Он плохо выглядел, но мы продолжали молиться. Очень важно привнести в молитву атмосферу поклонения. Мы с Шерой выпроводили из палаты всех сомневающихся, сказав, «Здесь нет места сомнения», и стали молиться вместе. Так же делал Иисус. Верно? Мы так же верим силу слов жизни в каждой ситуации. Через какое-то время мужчина пошел на поправку, а затем вышел из больницы полностью исцеленный. Врач говорил, что надежды нет, что мозг его мертв. Ситуация была очень похожей. Мы молились с уверенностью. Эти молитвы делают свое дело. Не думаю, что у Джойс Смит был большой опыт молитвы за умерших людей. Согласен? Она бы подтвердила, но внутри у нее была вера, и в нужный момент она проявилась. Зачастую Бог готовит нас к тому, о чем мы не знаем, поэтому нам нужно держаться этого и верить, что Бог сотворит чудо. Хорошо. Вы видели очень много чудес. Вы особенный. Ну а как же... А как же мы все остальные... Нет, мы не особенные. Джойс и я вовсе не особенные. Если Бог смог сделать это для Джона, Он может сделать это и для вас. Мы не особенные. Мы просто ухватились за Божье обетование, за то, что говорит Божье Слово, и держались за это. Здесь есть люди, и вы об этом знаете, которые смотрят сейчас нашу программу в полном отчаянии. Я говорю о действительно отчаянных ситуациях, когда людям нужен прорыв. Вы помолитесь за прорыв прямо сейчас? Конечно. Повторюсь. Если Бог смог сделать это для Джона, Он сможет сделать это и для вас. И неважно, в какой сфере жизни вам нужен прорыв. В работе или финансах. Возможно, у вас есть дети, которых нужно воскресить, потому что они ушли от Господа. Я хочу помолиться о том, чтобы Бог вдохновил вас и наполнил вас надеждой держаться, пока Он не придет. Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты Бог прорыва. Неважно, что мы видим. Неважно, что мы проходим. Неважно, с чем мы сталкиваемся. Господь, сегодня есть люди, которые смотрят эту программу. Они столкнулись с безвыходными ситуациями. Господь, я благодарю Тебя, что Тебе возможно все. Ты делаешь все, что кажется невозможным. Возможным. Я молюсь, чтобы сегодня Ты восстановил их надежду, чтобы Ты вдохновил их, ободрил и укрепил их. Господь, я молюсь, чтобы Ты вдохновил тех людей, которые сегодня, кажется, уже на грани и готовы сдаться. Дай им то, за что они могут ухватиться. Я молюсь, чтобы они не опустили руки, но чтобы смотрели на Тебя. Пусть они игнорируют то, что нужно игнорировать. Отец, я молюсь, чтобы Дух Святой пришел прямо сейчас, и чтобы Ты послал своих служебных ангелов. Эти ситуации изменятся. Эти люди будут исцелены. Они увидят прорыв в финансовой сфере. Я молюсь, чтобы Ты восстановил надежду, чтобы Ты восстановил жизнь, прямо сейчас дал им силы во имя Иисуса. Все возможно, когда приходит Бог. Когда мы молились, Он был рядом. Это истинная правда. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Многие решают проблемы со здоровьем, потому что не понимают, что в природе Бога исцелить каждого. Присоединяйтесь ко мне в программе «Это сверхъестественно», и я научу вас принимать свое чудо от Иисуса. Один влиятельный еврей из сферы масс-медиа пытался безрезультатно заполнить пустоту в своей жизни при помощи денег и славы. У него был личный самолет, на котором он мог улететь, куда хотел. Он был продюсером одной известной радиопрограммы, но чувствовал себя пустым изнутри. Внезапно с ним произошло откровение, полностью изменившее его жизнь. Хотите узнать, что это было? Чтобы узнать, чем закончилась эта история, посетите наш сайт, который вы видите на экране. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями, выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Секунда за секундой мы пытаемся справиться с невероятным ритмом наших жизней. Посещаем разные места, обедаем вместе, общаемся, продаем и покупаем. Всегда спешим. Мы как будто превратились в рабов времени. Секунды становятся минутами, минуты-часами, часы-днями. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, чего я действительно стремлюсь достичь? Это все, для чего я был создан на этой земле? Если бы только вы могли провести хотя бы одну минуту с Богом. Ваша жизнь изменилась бы навсегда. Издательство «Это сверхъестественное» представляет вашему вниманию книгу «Одна минута с Богом». «Скат» «Откак на еп GLORIA» «Гансоводник» Да уbble- earthquake «М 486». Редактор Ribé.